Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня с новой серии на проекте Мазин Холиплей, это второй сервачок, все ссылочки есть как всегда в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, я вам покажу топ самых лучших бизнесов на проекте Мазин Холиплей, то есть я вам покажу самые такие прибыльные и интересные бизнесы, которые есть на данном проекте, такого я думаю никто не снимал, поэтому от вас я хочу видеть максимальную просто активность, давайте на этом ролике наберем 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а для тех, кто планирует играть на проекте Мазин Холиплей, есть конечно же мой промокод, пишите слэш мм, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод полканов, за этот промокод вы получите 450 тысяч, если на этом ролике будет реально хорошая активность, то я запишу топ самых худших бизнесов на проекте Мазин Холиплей, чтобы вы знали, какие бизнесы лучше не покупать. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Для тех, кто не в курсе, хочу сказать о том, что у меня были практически все бизнесы, то есть я не один год играю на проекте, я играю уже 6 лет, мне есть о чем вам рассказать, видос как бы будет реально для вас полезный, и я вам советую всем его посмотреть от начала и до конца. Ну что ж, давайте начнем вообще с первого бизнеса, который существует на проекте, это получается аптека, всего аптек, если я не ошибаюсь, 5 штук по-моему, аптека как бы это очень даже прибыльный бизнес, в котором финка начинается там от миллиона, ну до 5, до 7 миллионов, это считается один из прибыльных бизнесов, стоят они как бы 300 миллионов и выше, может быть там миллиард, ну где аптека находится, там как бы она и дороже стоит, то есть допустим самые дорогие аптеки, это у нас получается Батырево и Южный, чаще всего конечно покупают аптечки и маски, потому что как бы аптечка можно хп себе пополнить, маска нужна для того, чтобы скрываться от полиции, либо пойти на ограбление, ну и конечно же адреналин, аптека считается реально одним из хороших таких бизнесов, он и стоит хороших денег, как бы здесь хороший спрос, вот как бы люди как бы заезжают, закупаются, покупают все самое необходимое, как я в принципе и сказал, всего 5 аптек, но самая дешевая аптека это считается возле вокзала города Арзамас, чем вообще хорош бизнес аптека, тем то, что там хороший спрос и тем то, что туда особо продукты часто заводить и нужно, то есть примерно в день уходит там от 1000 до там 2-3 тысяч продуктов, ну и соответственно вам полного склада продуктов, если 30 тысяч, будет хватать на 2 недели спокойно, то есть это такой знаете некропотливый бизнес, то есть за ним не нужно следить, просто завез продукты, заходишь снимаешь бабки и все. Следующий бизнес о котором я хотел бы вам рассказать это получается СТО, я считаю то, что это самый интересный бизнес, почему чуть позже расскажу, всего на сервере получается 4 СТО, одна в Арзамасе, одна в Батырево и две в Южном, данный бизнес стоит очень хороших денег и купить его можно, ну на каждом сервере по разному пацаны, поэтому я конкретную сумму говорить не буду, допустим на втором сервере можно 100 купить от миллиарда, понимаете, то есть повторюсь пацаны, на каждом те разные цены на бизнесы и разная финка, я вам говорю примерно, как допустим на втором сервере, либо на первом, просто я играл много на первом сервере и на втором сервере, я уже играю несколько месяцев, я поэтому ориентируюсь. СТО я считаю это самый просто интересный бизнес, у меня самого была когда-то СТО, но в ней не было столько функционала, но на данный момент просто пацаны, я считаю это прям просто охуительный бизнес, потому что здесь реально много возможностей и ты можешь свою машину полностью переделать как ты хочешь, то есть здесь как бы есть ремонт, можно подчинить автомобиль, сделать капитальный ремонт, либо убрать тюнинг, здесь можно перекрасить автомобиль, поставить тонировку, диски, фары, то есть можно реально хорошо затюнить свою машину, можно поставить занижение, развал, то есть в СТО реально очень большой функционал и очень много возможностей по улучшению и изменению своего автомобиля. И финка здесь пацаны, ну примерно от 2 миллионов до 15 миллионов, то есть примерно там от 2 до 15 миллионов финка в день у СТОшек, поэтому я считаю то, что это топовый бизнес. Следующий бизнес, о котором я хотел бы рассказать, это получается АЗС. АЗС всего, как я помню, 5 штук на каждом серваке, и я считаю то, что это неплохой бизнес, но он очень требует внимания. Ну чем больше онлайн, чем больше поток людей, ну тем быстрее кончается топливо. Я сам держал АЗС, примерно недавно как бы это было, и я просто охренел от того, как быстро кончается топливо, но финка была довольно-таки неплохая, там от 1 до 2 миллионов. То есть да, этот бизнес и плохой, он не особо как бы дорогой, там стоит от 300 миллионов. В Батырево там допустим АЗС можно купить за 700, за 800 миллионов. Чем классно иметь именно АЗС в Батырево, тем то, что там получается рядом находятся разводчики топлива, и поэтому там реально можно быстро завести себе топливо. Итак, в целом, что я могу сказать вообще про бизнес АЗС? Бизнес реально неплохой, интересный, им прикольно заниматься. Заправка у тебя ебать, нихуя себе, заправка ебать. Да, бизнес реально прикольный, интересный, но не пиздец какой прибыльный. 3 миллиона, мне кажется, это максимум. То есть финка где-то от миллиона до 3 миллионов, это максимум. Это в любой АЗС, в принципе, даже в Батырево, мне кажется, поэтому бизнес реально прикольный. У меня была АЗС, как бы мне она понравилась, но возить продукты мне вообще не понравилось, пацаны. Если вам некому возить продукты, то покупать АЗС где-то далеко, я вам не советую, потому что вы реально заебетесь возить топливо. В Батырево да, берите. Либо если у вас есть друзья, которые вам будут помогать возить топливо, то тоже берите АЗС. Следующий бизнес, который я хотел вам показать, это получается магазин одежды. Всего их получается 3, один в АЗС, один в Южном и один в Батырево. Бизнесы, честно, не знаю, насколько прибыльные, потому что вот именно магазин одежды у меня, к сожалению, в принципе, не было. Был когда-то давным-давно, давным-давно, это там в 17-м году, как бы я не знаю, какая там сейчас финка, ну примерно, я думаю, от 1-го там до 5-7 миллионов. Поэтому бизнес тоже считается один из самых прибыльных, вы туда можете прийти, купить себе там одежду разную просто. То есть бизнес реально тоже один из прибыльных, здесь реально тоже можно хорошо заработать на этом бизнесе. Их продают, честно, не знаю за сколько, ну примерно от 500 миллионов. То есть бизнес реально прикольный, у меня как бы был он один раз в жизни, и то я его сразу продал. Точно ничего сказать не могу, многие, кто держал этот бизнес, говорят, что там финка реально хорошая. Ну что ж, дамы и господа, следующий бизнес, это у нас получается агентство недвижимости, тоже довольно-таки хороший, интересный бизнес. Тоже один из самых таких прибыльных бизнесов, тоже такой хорошенький, интересненький, в котором очень много функционала, и я давайте вам покажу. То есть здесь вы можете поставить список домов-должников, список свободных домов, список свободных квартир и список бизнесов, которые продаются. Список домов-должников это дома, которые должны слететь, то есть вы сюда можете приехать, посмотреть через сколько payday вслетит какой-то домик. Также здесь еще есть функционал, вы можете сделать капитально ремонт своего дома, то есть можете увеличить класс своего дома. Допустим, у вас там низкий класс, вы можете сделать средний класс, либо высокий, поэтому вот как-то так, то есть у вас будет меняться интерьер. Также можно улучшить дом, то есть можно вот купить такие вот разные улучшения, у меня это все в принципе куплено, поэтому вот как-то так. То есть за счет улучшений, за счет ремонта как бы домов после ограблений, то есть если проходит ограбление, если ваш дом-особняк ограбят, то вам потом нужно его ремонтировать там за 200 с чем-то тысяч, и поэтому как бы за счет этого как бы есть нормальная финка в этих бизнесах. Финка здесь примерно от 700 до там 2-3 миллионов, плюс-минус по цене, поэтому бизнес считается неплохой, я не знаю каких из них прибыльный в Южном, либо в Арзамасе. Раньше конечно финка была не такая уж и большая, но за счет того, что добавили вот эти ограбления домов и то, что их нужно там ремонтировать, за счет этого как бы финка здесь я думаю нормальная. Стоимость такого бизнеса ну от 300 миллионов и выше, пацаны. Ну что ж, дамы и господа, следующий бизнес тоже довольно таки интересный, я считаю, что это самый знаете ходовой такой бизнес, самый такой простой и который всем нужен. Это получается магазин 24 на 7. Прибыльный 24 на 7 не все, пацаны, но самые прибыльные это только два 24 на 7, о которых я вам расскажу. Вот получается список этих всех бизнесов, всего пацана весь сервак их 16 штук, Но самые прибыльные это получается вот этот в Арзамасе, перекресток называется, и еще на Рублевке Южного. За счет чего они такие прибыльные? За счет того, что люди приезжают получается с чинить свою целость из автомобилей, и за счет этого как бы финка очень хорошая в этих бизнесах. У меня друг держал этот бизнес, я помню держал бизнес на Рублевке, и я знаю то, что там реально хорошая финка. В этих бизнесах финка начинается от 1 миллиона, до 2, до 3, до 4 миллионов доходят пацаны. Перекресток прибыльный за счет того, что он как бы находится, вот Рублевка, города Арзамас, и вот здесь находится 24 на 7. То есть это самый близкий 24 на 7, который находится от Рублевки. И все в основном ездят сюда покупать ремки, как бы цены здесь не особо дорогие, поэтому люди как бы ездят, закупаются. Я сам сюда постоянно езжу и чиню свою целостность на автомобилях. То есть я считаю это самый ходовой бизнес, потому что он всегда всем нужен, понимаете. Все постоянно покупают ремки, горелки, кушают там и так далее, поэтому я считаю то, что 24 на 7 это самый ходовой бизнес. Ну что ж пацаны, а вот получается 23 на Рублевке. Здесь финка больше, чем на Перекрестке, больше, чем в Арзамасе, за счет того, что здесь как бы по сути бизнес находится именно на Рублевке, понимаете. И за счет этого здесь как бы очень-очень хорошая просто финка, за счет того, что здесь как бы людей по сути больше, здесь как бы и домов больше. Здесь находится и рыбалка, и Анашан, за счет того, что здесь огромный просто поток людей, понимаете, и с Рублевки, и с Анашана, и с рыбалки, здесь реально финка очень хорошая. Ну что ж пацаны, мы перешли к самому просто дорогому бизнесу, и самому прибыльному, так сказать, босс просто. Like a bus, пацаны, like a bus. Это получается, нотариус, это самый прибыльный бизнес, нотариуса всего два получается на проекте, ну на серверах, это один в Южном, который возле меня находится, и один в Арзамасе. Но так сложилось то, что в Южном всегда финка была больше, не знаю за счет чего, но здесь реально финка просто ебнутая, от 3 там до 10 миллионов, это минимум, понимаете, может быть даже больше. Здесь прибыль идет за счет сделок, здесь получается можно обмен сим-карты, обмен транспорта, продажа транспорта, продажа бизнеса, продажа компании, особняка там и так далее. Тут есть комиссия на эти услуги, вот на каждую вот эти услуги есть как бы комиссия, и за счет этих комиссий этот бизнес зарабатывает. И сам вы знаете, что крутое в этом бизнесе, то что за одну сделку снимается всего лишь один продукт, понимаете, один только продукт снимается за одну сделку. То есть вы можете реально завести 300 тысяч продуктов и месяц просто не трогать этот бизнес. И за счет этого этот бизнес считается самым дорогим. Данный бизнес стоит от 1 миллиарда. Некоторые его продают там за 2 миллиарда, за 3 миллиарда, за 4. Некоторые вообще его не продают. То есть, пацаны, это самый просто прибыльный бизнес, который только есть на проекте Amazon Holy Play. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, это можно заканчивать. Я вам показал самые просто топовые бизнесы, которые есть на проекте Amazon Holy Play. И именно эти бизнесы я вам советую покупать. Если вы на этом ролике все-таки покажете реально хорошую активность, ну давайте 200 лайков. Вот 200 лайков набирайте, я запишу видео, в котором покажу самые просто худшие бизнесы, которые вообще нельзя покупать и не нужно. Всех приглашаю к себе на второй сервачок. Все ссылочки есть в описании. Могу вас принять в семью, в компанию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.